Илья Пановарёв, создатель канала «Утро февраля», в прошлом депутат Госдумы Российской Федерации. Илья, приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, не будем тут долго философствовать. Так почему же... У нас неправильная надпись на экране. У вас сейчас написано, почему Россия сотрудничает с террористами. Она не сотрудничает с террористами, она является террористическим... Ну, мы там еще террористами Хамас, Хамас. Мы про Хамас. Сейчас про Хамас. Рыбак рыбака видит издалека. Вот вы ответили на мой вопрос, почему они сотрудничают. Но на самом деле, Илья, почему эти контакты сейчас публичатся? Вот они же могли встретиться где-то в Дамаске, не знаю, в каких-то своих тайных бункерах, резидентурах. Зачем они делают свое сотрудничество публичным? Вот чего я не могу понять. Ну, я думаю, что по двум причинам. Причина номер один. Путин — это же такой школьный хулиган, гопник, который нападает, потому что он может. И ему нравится демонстрировать о том, что вот вы думаете, я не посмею, а я посмею. То есть я еще не это могу, то есть гораздо больше. И он сознательно тычет в глаза международному сообществу для того, чтобы мир боялся. Потому что если он это может, то он ядерным оружием может и все, что другое может. Потом есть и другое соображение, более рациональное, так скажем, хотя первое, я уверен, основное. Но есть соображение и более рациональное, которое заключается в том, что Путин предлагает свои услуги посредника. Он говорит, хотите мира, идите со мной договариваться. И он это говорит не только израильтянам, но и, например, американцам. Да, я готов, видите, я могу с ними говорить. Вы не можете, а я могу, и могу с ними вопросы решать. И кроме меня это может делать только Катар. А с Катаром свои проблемы относительно того, о чем с ним можно говорить, о чем с ним нельзя. Со мной можно, но тогда, пожалуйста, будьте добры по Украине, значит, будьте более сговорчивы. Вот что еще интересно, что как израиль на это все реагирует. И насколько, смотрите, ценности у Российской Федерации дружить с Хамасом, Талибаном встречать, а еще там с кем-то договариваться и готовы пожертвовать отношениями с Израилем. И настолько для них это незначительно. Или же наоборот. Вот Израиль осудил визит представителя Хамас в Москву. Министерство иностранных дел страны назвало прием делегации боевиков недостойным шагом. Все, конечно же, дипломатические речи. И этот шаг способствует легитимизации зверств и призвалы также власти Российской Федерации немедленно изгнать террористов. Как вы считаете, какие тогда на весах отношения для Российской Федерации с Израилем? И они готовы ими пожертвовать ради Хамаса? Ну, я считаю, что на данный момент ни про какие жертвы разговор не идет. Потому что вот про жертвы идет разговор вот с Турцией, например, Израилем. Мы готовы разорвать дипломатические отношения. Там Элона Маска готовы выгнать за то, что там Старлинки и все прочее. То есть вообще полностью отказаться от их использования. По поводу России глубокая озабоченность. И Путин, я думаю, это прекрасно понимает. Потому что у них с Нетаньяху-то вполне нормальное взаимопонимание. И он как раз Нетаньяху-то и посылает этот самый сигнал про переговоры. Поэтому, конечно, политически Израиль не может этого не заметить. Конечно, он должен это заявить. Но даже вот эти вот слова, которые вы привели, недостойно. То есть это моральные категории. Это не категория реальной политики. Поэтому это фактически означает, что Израиль с этим согласится. Думаете, Илья, на эту дружбу, которой, кстати, действительно очень ведь много лет. Вот последние дни из небытия вернули имя Евгения Максимовича Примакова. Напомню зрителям. Это бывший начальник внешней разведки, бывший премьер-министр. И в какой-то момент один из возможных преемников Бориса Ельцина могло так статься, что этот человек мог возглавить Россию. Да, до этого резидент на Ближнем Востоке, да. А до этого всего резидент на Ближнем Востоке. И уроженец Львова, да, на минуту? Нет, он, по-моему, не во Львове родился. Он вот сейчас в Майлове. Мне кажется, не во Львове все-таки. Но скажите мне, пожалуйста, вот эта дружба, она насколько исторична, а насколько обусловлена нынешним безумством путинского режима? Ну, слушайте, история вещь такая очень лукавая. Потому что если смотреть на историю, исторически как раз Советский Союз как раз с помощью Евгения Максимовича Примакова упомянутого вами активно дружил с Ясером Арафатом. А для того, чтобы выбить почву и народную поддержку под Ясера Арафата, тогдашние власти Израиля и Соединенных Штатов создали движение Хамас. Хамас создан в пробирке. Это так же, как Аль-Каида. Это движение, которое созданно на Западе как специально, как более радикальное движение, чем ФАТХ, для того, чтобы разрушить народную поддержку ФАТХ. А потом этот джин вышел из бутылки и вырвался из-под контроля. И в конечном итоге победил тот же самый ФАТХ на выборах. Из-за чего, собственно, мы сейчас имеем раздельный сектор газа и западный берег реки Иордан. В истории мы можем искать эти вещи бесконечно. Это на самом деле контрпродуктивно. Это тоже, что там Россия пытается делать относительно истории Крыма. Значит, выискивать, когда, кем владел в прошлом. Надо говорить про позицию сейчас. Сейчас Хамас – это террористическая организация. Сейчас Хамас, несмотря на то, что у них были серьезные противоречия в прошлом с Хазбалой, работает в союзе с этой организацией. И, соответственно, там ниточки тянутся в Иран, несмотря на все религиозные противоречия, которые есть между этими организациями. Сейчас Хамас тайно сотрудничает с Москвой и публично еще показывает дипломатический уровень отношений. Но тайно сотрудничает в военной сфере, то есть те факты, которые вы приводили в своем репортаже. Вот из этого надо исходить. История в данном случае вторична. Мы поинтересовались. Я же помню, что происхождение... Как-то оговаривалось о том, что происхождение его с Украины... Примакова Евгения Максимовича. Да, да, да. Так, с Киева, да, по некоторым данным. В Киеве. В Киеве родился. Но это, да, другая уже история. Ну, а вот, учитывая то, что на прошлой неделе также министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал КНДР, где встретился с Ким Чин Ином. Он предложил северокорейскому диктатору проводить регулярные переговоры, на минуточку, да, по безопасности между Россией, КНДР и Китаем. И также в Пхеняне Лавров пробыл два дня. Основной целью его визита в МИДе называли укрепление оборонных связей двух стран. Ну, и также ранее США заявили, что Северная Корея передала Российской Федерации боеприпасы для войны против Украины. В нарушении, конечно же, резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающих любую торговлю оружием с КНДР. Вот. Эти связи, как думаете, зачем Российской Федерации? Тоже об этом сообщается. Это все очень демонстративно. Как вы считаете? Ну, вы знаете, если бы они ограничивались, как они говорят, геополитическими разговорами, мне кажется, это было бы неплохо. Вот это великие геостратегии. В Пхеньяне, значит, вполне им по уровню, да, то есть общаться как раз с современным МИДом имени Маши Захаровой и Сергея Лаврова. Но проблема, конечно, в том, что общаются они не размышляя о судьбах мира, а решая вполне конкретные вопросы. Эти конкретные вопросы – это поставки российских военных технологий в Северную Корею, чего Россия до сих пор не делала, потому что дорожила своими отношениями с Южной Кореей, а сейчас это дело перестало дорожить отношениями и, соответственно, дает возможность северокорейцам получать доступ к достаточно передовым разработкам из России. С другой стороны, они получают за это кучу всякого оружейного хлама старого, но он по-прежнему стреляет, летает и так далее. И для войны с Украиной по-прежнему, к сожалению, годится. – Илья, хотел спросить вас, несколько дней даже думал, когда совпадем. Когда сейчас происходят все эти митинги в поддержку Палестины и даже в поддержку Хамас, реагирует на эта политическая мысль мировая часто очень просто, обзывая всех этих людей леваками, и вообще вся история леваки – это теперь люди, которые поддерживают террористов. Вы, Илья, когда были российским политиком и были в левом движении, без всякой иронии, вы были частью левого движения, вы поддерживали Палестину? Как прошли вы этот путь в отношении этого конфликта, уходящего корнями очень далеко в историю? И как вы относитесь сейчас к тому, что огульно тех малоразумных людей, которые выходят в поддержку Хамаса, почему-то все называют леваками? – Слушайте, есть нормальные левые, есть нормальные правые, а есть мудаки, которые называют себя левами или правыми. Они от этого не перестают быть мудаками. Я всегда стоял и стою на стороне угнетенных, кого несправедливо обижают. И когда бывал неправ Израиль, я, безусловно, поддерживал тех, кого он обижал. Но сейчас мы ситуацию видим крайне просто и абсолютно прозрачно. Есть террористическая атака, террористическая организация, есть убийство мирного населения, есть недостойные, запрещенные международными конвенциями методов ведения войны. Ну, чего тут думать-то? Вот я считаю, что вообще подход где угодно, вот свой-чужой, это абсолютно неправильно. Бывает, когда свои ошибаются, бывают, когда чужие правы. Когда это происходит, надо уметь признать правоту чужого или осудить своего. Вот, соответственно, да, большое количество международных Ливов считает, что конфликт в Израиле надо решать другим путем, надо, чтобы Израиль там поделился территориями, провел разграничения и так далее. Ну, хорошо, это их позиция. И она даже чем-то, соответственно, обоснована. Но сейчас ситуация кристально прозрачна. Соответственно, если вы называете себя друзьями Палестины, то вы должны первыми выступить за то, чтобы Хамас был уничтожен. Потому что сейчас из-за этих самых террористов погибнет большое количество мирного населения, просто как сопутствующие жертвы. Поэтому главный враг сейчас, палестинца в частности, это движение Хамаса. Я тут еще очень вас просил про эволюцию рассказать. Как вы сами, как политик, в первую очередь, меняли вы свои взгляды? Вы сейчас что-то поняли? Или, вот как вы сказали, есть леваки, а есть мудаки? И вы, собственно, всегда были леваком и в этом смысле не изменились? Я был не леваком, я был левым. И в этом смысле я не изменился. Я по-прежнему остаюсь левым. Это не сделает меня сталинистом или, прости господи, путинистом и так далее. Или коммунистом, да. Я просто считаю, что эксплуатация человека человеком – это плохо. Насилие – это плохо. Когда один другому навязывает свою точку зрения, это плохо. Спрашивать людей, как они хотят жить – это хорошо. Каждый шаг по самоуправлению, когда человек берет свою власть в свои руки – это правильно. Когда человек не является придатком машин какого-то очередного олигарха, а сам думает, как ему жить, и общество, государство создает все условия для того, чтобы его потенциал как личности раскрылся – это правильная политика государства. Из этого надо исходить. А кто при этом является твоим союзником или оппонентом – надо, соответственно, быть просто объективным и не заниматься вот таким, что этот мне нравится, этот мне не нравится. Иначе что-то мне нравится всегда прав, а, соответственно, все остальные, наоборот, всегда неправы. Надо быть гибкими и в какой-то момент времени делать союзы с людьми, которых ты до этого принципиально спорил. Не надо никогда переходить на личности, обзывать друг друга. Если, конечно, твой противник не является в человеческом плане подлецом, и у тебя с ним просто разные взгляды, ну так спорь про эти взгляды, делай все это культурно, цивилизованно и так далее. И только так мы можем выстроить нормальный политический процесс. Вот я на этом стоял и стою. Спасибо. Спасибо, Илья. Илья Пономарев, создатель канала «Утро февраля», депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.